Спасибо за приглашение семейства Курмановых, мы с ними познакомились в Абхазии, не знали, как, оказывается, и мы хотели с ними познакомиться, и они с нами познакомились, не знали, как друг к другу подойти, но Абхазия, Дино, Чача, она залежает. Нас зовут Артур и Легина Ишбаева. Традиционно начнем с истории. Да, сейчас мы загрузим. Да, давайте. Начну с истории. Первая пришла в бизнес я до Reflame вообще. По образованию мы оба юристы, мы одногруппники, и мы пришли в этот бизнес, вообще зарегистрировалась я в 2012 году, меня пригласила моя близкая подруга Роза, но работать я начала не сразу, меня пригласила она на закрытую информацию, не рассказала, что это Reflame, просто пригласила, сказала, пошли со мной в одно место. В итоге я пришла, встретила моих спонсоров, Радика и Регины Киямовых, они рассказали мне про идею бизнеса, и вот тогда я влюбилась навсегда в Reflame. Но работать я не начала, я просто поняла, что это действительно то, чем бы я хотела заниматься всю жизнь, что, оказывается, есть такая профессия, где можно зарабатывать большие деньги, и при этом хайфовать, тусоваться, покупать платья, наряды, путешествовать, то есть, оказывается, это все есть. Раньше, я помню, я рисовала себе в мечтах, что работать я ходить не буду, у меня будет жизнь как тусовка. Мама постоянно надо мной смеялась и говорила, что так не бывает. Так бывает, и потом, ну, прошло время, меня приглашали на какие-то мероприятия, я стала потребителем продукции, и в один прекрасный момент, ну, я устроилась на работу, закончила институт, работала в госпомнице очень силоват, и меня, ну, уже все, тогда пригласили на беседу, я помню, и снова рассказали. Говорит, ты, наверное, с первого раза не поняла, что тут работать надо. И вот я пришла домой и говорю мужу, можно я уволюсь? Ну, по меркам Стерлитамака, Салават, это достаточно хороший завод был. Сейчас вот недавно его ликвидировали, и там уже люди, ну, не работают. То есть есть часть осталась, а там завод один ликвидировали полностью, вот там, где я работала. Я работала в управлении закупки услуг, отработала два с половиной года, пришла домой, вот это была зима, я помню, и говорю, я больше... Мы как раз на тот момент жили с родителями. У нас, да, делался ремонт? Да, не, у нас было очень холодно, и мы приехали, переехали, да, мы переехали жить с родителями. Да, потом мы ремонт начали, да. И у нас, в общем, мне муж сказал, хорошо, увольняйся, ну, вот тебе полгода, за полгода не сделаешь, вернешься на работу. Я ему наобещала много чего-нибудь, уж рассказывать чего, но на следующий день я пошла написала заявление. Прихожу к родителям, мои родители тоже работали там, на заводе, прихожу к родителям и говорю, что я уволилась, мама в слезы, папа в шоке, но родителям Артура мы не стали говорить, пока думали, ну, потом как-нибудь, когда у нас будет, у меня будет результат, возможно, потом расскажу, ну, мы жили-то у них. На следующий день я все уволилась же, на работу идти не надо, мне как-то разрешили, что отрабатывать не надо. И мне говорит свекровь, а ты что на работу, говорит, не пошла? Я говорю, мне надо, а я, говорю, отпросилась. На следующий день снова не пошла. Она мне звонит и говорит, Регина, мне приснилось, что ты ходишь в костюме курицу, петуха и веселишь на рот. Ты ничего не натворила? Я говорю, нет, Регина говорит, а ты не уволилась? Я говорю, я уволилась. Она говорит, ну, и вечером нас ждала, я помню, беседа какая-то жесткая вообще, что, ну, Арифлейм это не серьезно. На кухне с мамой. На кухне, да, нас пытались вразумить, что мы что-то не то делаем. Спросили, сколько ты зарабатываешь в Арифлейм, на тот момент у меня был 9%, 6%. Ну, доход был 500 рублей, я обманула, говорю, у меня доход 3 тысячи рублей. Она говорит, как ты могла поменять работу, где ты получаешь 30 тысяч, на работу, где ты получаешь 3 тысячи, это позор. И это был позор всей нашей семьи. Она очень переживала за меня. Маму. Да, мама переживала за Артура, что он не на той девочке женится, мы тогда еще не были женаты, не на той девочке женится, что какая-то она бездельница и бестолково какой-то Арифлейм выбрала. Она мне даже написала смс-ку, мы еще не были женаты, она мне пишет смс-ку утром. Она пошла на работу, мама, и кидает смс-ку. Но я не знал, просыпаюсь, с утра на работу собираюсь смс-кой от мамы. А я еще предложение Регине Таниле сделал, по-моему. Да мама уже у нас никак была, так и болтаюсь. Никак не было? А, значит, предложение сделала. Она пишет, эта девочка нам не подходит. И такая смс-ка я с утра прочитал, думаю, блин, ну такая серьезная смс-ка, пора обратно, вали домой. Все хорошо. Мы собрали вещи, в общем, и ушли в нашу холодную квартиру. Я помню, был холод. Но я не рассказала об этом Регине. Ну потом, да, я недавно только об этом узнала. Была через два года. Вот, и, ну, настало время работать, потому что нельзя было, ну, мы не общались в итоге с родителями два месяца, ни с теми, ни с другими, потому что родители сказали, чтобы каталогов, рефлей мы дома вообще не слышали. Что это позор нашей семьи, чтобы родственникам, я ни в коем случае не сказала, что я работаю в рефлей, и что если вдруг у меня спросят, где я работаю, я обманывала всех, продолжала, что я работаю на заводе. То есть это был позор. И все время, когда мы потом уже приезжали к родителям, нас родители, ну, пытались все время у меня спросить, что там у тебя, как в рефлейме, а у меня никак было. То есть я работала на тот момент с промо-стойками, на тот момент я работала встречами с живыми, пробовала все, стояла на улице, проводила все вопросы, делала мастер-классы, ну, и сделала 18%. То есть прошло полгода, у меня 18%. Артур, ну, ИП у меня не открыто, на тот момент еще было, и мне Артур говорит, полгода прошло, что делать будем. И вот на тот момент меня пригласили на Мегафорум спутник и спутником на банкет, меня пригласил мой спонсор спутником. Ну, знаете, когда я приехала на Мегафорум, люди, которые стояли на сцене, они говорили, я вот в бизнесе полгода, я старший золотой директор, я в бизнесе год, я сапсированный директор, я в бизнесе год, я бриллиантный директор. А я думаю, я в бизнесе полгода, я 18%-ник. Что же я делаю не так? На сцену выходили молодые люди, которые зарабатывали хорошие деньги. Для меня тогда предел мечтаний был 50 тысяч рублей, даже 20 тысяч, хотя бы сравнять доходы, ну там 30 тысяч с наемной работы. Для меня был предел мечтаний. Я приехала домой с этого мегафорума, я поняла, что я буду работать онлайн. Артура отправили тогда на Шостбрикс в Уфе, это было 2 года назад ровно. Он уехал, я села изучать онлайн на структурах, там у продвижения очень много училась, у Алены и Вани Родионов. Вообще интернет же открытый, открытая вещь, можно хоть что делать, хоть чем научиться. И прошло, получается, время, Артур у меня уехал, приехал, 2 недели все эти, я училась, училась бизнесу. У тебя, кстати, был день рождения? В этот день, я помню, у меня был день рождения 9 июля, вот как раз, почти 2 года назад. И я в этот момент не отмечала день рождения, я сидела и помню, делала рассылки. Сидела, училась, потому что в день у меня был план изучить сегодня 2 видео, там рассказать что-то команде и сделать там 100 рассылок, я помню, тогда так пробовала работать. Каталог прошел, я работала на холодном рассылками, результата нет. На тот момент, кстати, от 18% структуры, структурами не осталось, потому что это было 3 студенческие команды, 2 студенческие команды и 1 семейная пара. Так случилось, что как только я приехала с мегафорума, я начала звонить, рассказывать ребятам, как круто, оказывается, что можно в онлайн работать, и никто с меня не брал трубки. Ну и 9 июля, 2 года назад, у меня осталась организация в 6%. Я поняла, что больше со старыми людьми я работать не буду, я буду работать с структурой, строить заново. И зарегистрировала вот в этот период первого человека моего родного брата. На сегодняшний день, ему 19 лет, он был оттой директор компании «Ресмейс». То есть это был первый человек, которого я зарегистрировала по новым методам, вот друг под друга, и вот с этого, собственно говоря, начался бизнес. Три недели мы попробовали онлайн просто делать рассылки. А что это такое, восьмерки? Что значит восьмерки? Уходите отсюда. Валите отсюда, что они все эти придут. А, это аплодисменты. Все, все, я поняла. И три недели попробовала я делать рассылки по холоду, но создала много страничек, я помню. Но результата не было, регистрации особо не было. И я поняла, что надо пробовать на теплом, потому что хватит. Если хочу быстрых результатов, также хочу стоять на сцене как быстрорастущий лидер, нужно делать что-то другое. И я начала работать по теплому рынку. И вот тогда начался бешеный рост. Это был октябрь 2015 года, то есть через 4 месяца я открыла квалификацию директора. Ноябрь 2015 года мы открыли старшего директора. Декабрь 2015 года это был золотой директор. И уже на уровне золота присоединился Артур, потому что Артур долго наблюдал. И вот в определенный момент он решил присоединиться тоже. Но всегда он меня поддерживал, конечно, потому что я ему сказала, либо поддерживаю, либо разводимся. И у него ничего не оставалось сделать, как меня поддержать. Вот. Спертой? Моя история прихода, да? Да. До бизнеса, да, наверное, написано вот на слайде. Я был сотрудник полиции, отраслономоченный отдел экономической безопасности и отраслодительской коррупции. То есть какого-либо понятия, да, Арифлэм, и я с тобой никогда не связывал. Потому что у меня была работа, которая мне была интересна на тот момент, и которая приносила, в принципе, нормальный доход. Как бы всю свою сознательную жизнь, где-то с 19 лет я работал оперуполномоченным опером. И каких-то мыслей, чтобы что-то поменять, на тот момент, конечно, нет. Не на тот момент вообще, а когда мы работали. Естественно, конечно, работа в полиции, в органах, и именно операм, это постоянно приходить домой где-то в 12, в 2 ночи. То есть, в принципе, меня до определенного момента она устраивала. Потом, когда супруг, да, Регина начала именно, я ездил на все мероприятия, каким образом, да, вот я рассказывал, мы недавно приезжали, ездили в Откинск, и там рассказывали, там все люди и с ними смеялись. Когда Регина сказала, Артур, нам надо съездить на мероприятие в воскресенье на школу, в школу, которую давали Кафизовой, это был единственный выходной, по-моему, за 3 недели. Единственный воскресенье, да, выходной был за 3 недели. Я говорю, Регин, давай я лучше высплюсь, у меня как бы выходной первый за 3 недели. И, ну-ку, с нами, да, в Сантамаке как бы живет. И я говорю, я, наверное, не поеду. А, в Откинск ездили, да? Да, нас приглашала команда «Маштаб». И получилось, да, так, что я говорю, я, наверное, не поеду, потому что, во-первых, это «Арифлэйм», говорю, мне, как бы, я такой мужик именно в полиции, и ехать на мероприятия «Арифлэйм», как бы, я не хочу, говорю, ну, это честно. Тем более, там, говорю, мужики, скорее всего, все нетрадиционные ориентации, мне общаться с ними будет не очень приятно. Не дай бог, еще и подберемся, говорю. На что мне Регина, как Регина говорит, она училась уговаривать мужа у Виктории Ищукиной, как тебе Ищукина сказала? Нет, вот если вас муж не поддерживает, однажды я услышала в истории Ищукину одну фразу, если ваш муж не поддерживает, нужно договариваться с единственным путем, лежа, поэтому, если муж не поддерживает, девчонки, ну, придумывайте, что не есть. Надо не уговорами приводить мужа в бизнес, а нужно приглашать уговорами, нужно его возить на мероприятия. Вот там на мероприятиях он будет смотреть, что нормальные мужики приходят в бизнес, и уже будут прийти в меня с командой. Да, короче, по совету Виктории Ищукина, он мне в субботу уговорил, что с критением мы поехали с утра на это мероприятие, и я говорю, я сяду где-нибудь назад, говорю, чтобы меня никто не трогал. Ко мне вообще лучше никто не походит, я сразу говорю. И я помню, да, я же говорил, что там мужики скорее всего не традиционная ориентация, и было так интересно, я поднимаюсь по лестнице, да, это было в процессе в 69-61 в сервисном центре, я поднимаюсь по лестнице, и прохожу дальше, на первом ряду сидит Илья Хатизов, и кремом мажут тебе лицо. Я говорю, ну, блин, я же сказал тебе, ну, куда ты мне поглала, говорю. А сейчас сам мажешь кремом лицо. Да, я поднялся и говорю, блин, я говорю, я назад, все, там, я помню, Альбина Хатизова спрашивает, кого заставили притяжены, и я прям так уверенно поднял руку вверх, сказал, я ничего, она сказала, ну, ничего, сидите, молодой человек, спасибо. То есть я ни с кем там не общался, естественно, ни с кем не разговаривал, потому что мне, я был на телефоне в основном, да, по работе, какие-то моменты, все равно воплощение в институте, в полицию, в пособую роль не играет. Такой же работодительный, воплощение так же совершается преступление, да. И я думал, блин, ну, ладно, пусть она поедет по мероприятиям, пусть она походит по этим, как бы я ее люблю, я ее поддерживаю, да, там, не будем ругаться, и для этого точно ругаться не будем, нравится. Думаю, попозже мы эту кремовую дурь, мы из нее выбьем, конечно, попозже, но не сейчас, думаю, пусть занимается, нравится, там, сама обожжется, упадет, да, там, подойдет, я уже буду на конец, как, знаешь, я тебе говорил. И вот так вот я начал ездить на все мероприятия. Как есть такое выражение, да, меня сюда завели через печень, потому что я был на банкетах, да, ну, которые организовывали в ГУПе, был на мероприятиях, которые организовывали, там, в Кильтомахе, какие-то выездные мероприятия, когда на командообразование были, Киямову делали, да, там, Палас Хапидзова делали, на горы ходили. На все мероприятия я старался, конечно, ездить, ну, потому что, как бы, мне хотел супругу отпускать, там, больше двух дней, в эту, на тот момент, как мне казалось, те, кто, да, и, естественно, тем более, я же видел, там есть мужики, там, не все кремами пользуются, там, есть нормальные группы, мужики, как бы, естественно, такой момент того, что именно я ревновал, да, из-за этого я ездил. Помню, когда она поехала на уровне 17% в Египет, на конференцию, да, я, как бы, ну, конечно, отпустил, без всяких мыслей, все, работаю, работаю, сам думаю, дай-ка себе в ВКонтакт зайду, посмотрю, как у нее дела там. Закажу ВКонтакт, смотрю, взяла, этот, короткую юбку, которую раньше не одевала, и в ней все-то там фоткалось, или аватарка у нее, или под какой-то, да, был. Я в Кокс смотрю, я ей пишу комментарии, помню, по фотографии. Все взяла, я чуть не понял, и убрите. Короткая юбка, да, короткая юбка, это нормально вообще для тебя, говорю. Потом, помню, с коллегами вышли, да, покурить, и что-то у меня один там майор спрашивает, мой товарищ хороший был, да, куда жена поехала, вот это фотк, смотрю, там, говорят, они там толпуют где-то в Египте, я говорю, да у них конференция, говорю, они поехали по рабочему моменту, компания отправила, он начал ржать, смеется, ну да, говорит, конференция, говорит, на такие конференции, я бы не отпустил, говорит, в такой конференции. Конечно, поговорили, все, я про себя думал, блин, в реальном смысле, я так спокойно отпускаю. Давило, да, на такие моменты, именно вот такие болячки, которые, как бы, я как человек собственник, да, ну, я не знаю, не каждый, наверное, мужик, но, большая часть мужиков собственники, и как бы меня начало это задевать. Тем более, потом мы вот именно поехали в Уфу на повышение квалификации, я помню, в 4 месяца снимали квартиру. И именно тот момент, когда ваша жена не готовит кушать, не убирается дома, а целыми днями проводит вебинары и сидит за компьютером, да, и слушает вебинары не на каких-то там наушниках, да, а на всю громкость, как положено, по чертежу. Я хожу и слушаю все вебинары. То есть, как бы, суть бизнеса я знал, да. Потом вот именно пошел запуск, был запуск тогда бизнес-системы, ТОП-24, да, и мы поехали на караоке. Караоке, помню, меня отвел, ну, мы посидели, выпили, попели песни, покушали, и Ирих Афизов взял бутылку водки и отвел меня в сторону, на второй этаж, по-моему. А так говорит, две рюмки, а так говорит, посидим, выпьем, поговорим. Я говорю, ну, конечно, я всегда задаю такие люди. Мы с ним, наверное, больше часа разговаривали, он мне пытался, да, объяснить все, пытался, ну, суть бизнеса я знал, я знал старое построение, и когда пошел онлайн, я понял, ну, я как бы сказал, Регина, это гораздо проще построение. То есть, ну, он мне давил именно, вот, ничего, как бы мне и понравилось, да, и вообще, я сам всем советую, и он мне не рассказывал методы работы, он мне загонял именно мотивацию, он мне рассказывал, как круто быть свободно, что, Артур, я когда-то тоже работал в налоговой инспекции, и я знаю эту работу примерно, говорит, да, я понимаю, что у тебя тяжелее. Но я, говорит, как бы для себя тоже сделал вывод, и сейчас там, видишь, ну, как бы принял решение, и сейчас об этом не делаем. Мы долго с ним разговаривали, он, говорит, блин, сейчас самый такой момент, говорит, как раз золото, говорит, да. То есть, есть место работы, у тебя, говорит, есть свой теплый рынок, и ты по сфере своей работы прошлой, ну, не прошлой на тот момент, да, действующий, умеешь общаться с людьми. Я, говорит, тоже, как бы, ушел именно в тот период, когда был золотой. Я только посидел, думаю, ну, блин, реально, как бы, конечно, дело, говорит, да. Интересно, мы с ним, как бы, воздружились в этот момент очень хорошо, как бы, мое отношение к нему изменилось после этого, да, после того, что он там был кремом, и сейчас, ну, я сам сейчас, честно говоря, вас еще врать, пользуюсь кремами. Это правда. Ну, то есть, я, ну, мое мышление поменялось примерно на, ну, наверное, градусов 180, потому что, как я раньше относился ко всему этому, да, сейчас, и как сейчас отношусь я, ну, именно я, мне кажется, это небо и земля, потому что, ну, столько я не улыбался и не фотографировался. До Арифлейма у меня было всего три фотографии. Это первая фотография на удостоверение, вторая на паспорт, третья на студенческий. Я больше у меня фотографий не было, потому что, ну, как бы, у нас не положено было особо ходить на фотографии. И сейчас, конечно, первое время было тяжело улыбаться, потому что первое время я все время говорю, улыбаешься, шире, что ты там оттесняешься. Я как бы, ну, первое время, мне кажется, такие были, да, эти фотографии. Сейчас, конечно, я улыбаюсь в полный рот, да, потому что, как бы, отношение ко всему изменилось. И такой момент был, да, я пришел, поехал на работу писать приказ, ну, рапорт на увольнение органов. Пришел к начальнику, начальнику заношу рапорт на увольнение, говорю, все, я ухожу. Он говорит, Артур, сумасшедший, куда ты уходишь? Ну, это полиция, там, стабильность и так далее. Я говорю, блин, ты стабильность, говорю, а чем ты говоришь? Сегодня ты, говорю, наконец, завтра под конем. Ну, для меня лично было так. Я говорю, я говорю, все для себя понял. Я сейчас рискну, уйду, говорю. Он говорит, ты куда уходишь, Артур? Я сказал, что я ухожу в рефлейн. Его реакцию надо было тоже видеть. Он сказал, подожди, сейчас позову всех мужиков, чтобы еще раз послушать и поржать. Я говорю, ладно, ладно. И я помню, написал, а еще мне говорят, подписывать не будем, давай подумай, походи 10 дней. А я уже жене отзвонился, я говорю, регент, танцуй, пляши, я говорю, я написал рапорт. Она такая радостная, е-е-е. И мне начальник говорит, подписывать не буду. Я говорю, хорошо, я сейчас беру рапорт, я говорю, фу, отдаю ее, отдаю ее этот рапорт в УСБ, и пусть они разбираются, почему не подписаны. Через 20 минут мой рапорт был подписан. Я говорю, дорабатывать я ничего не буду. И я указывал, он говорит, ну все, давай. Я, говорит, видел таких, как ты, потом вы будете ходить на гражданке сопли жевать, потом ты мне позвонишь, скажешь, шеф, забери меня обратно. Я говорю, ладно, ладно, посмотрим, поживем, увидим. Я пришел домой, я говорю, все, уволился, можно на работу не ходить. Други говорит, ну все, начинаем работать плотно, плодотворно прям, много-много-много. И я помню, на 5 дней я просто лег на кровати, ходя и никого в кровати помогал. Мне было так тяжело, но при меня было сильное, сильнейшее противостояние, потому что... А как маме говорить, вот у меня родители, да, родители, тесть. Тесть у меня сам бывший начальник уголовного родства города Салавата. И как бы для него то, что я ушел из органов в момент именно пик такой карьеры в Reflame, для него это, мне кажется, вообще отдельный удар был. И я как бы, как-то надо родителям было придумывать. И мы с Региной придумали такую фишку. Регина позвонила моей маме, а у меня мама такой старый-старый скептик за отчаянием, да, ну они все в таком уголове. И мама, говорит, позвонила и говорит, Регина позвонила маме и говорит, блин, у Артура там большие проблемы на работе, да, на него, возможно, хотят возбудить уголовное дело, его вызвали там на ковер и сказали, пиши рапорт на увольнение, лучше увольться по собственному, год пройдется за техник и ты восстановишься. Мама такая, ну, испуганная, сказала, ну ладно, если как надо, то давайте, конечно, пусть увольняется. Ну, я не мог сказать маме, что я ухожу в Reflame, да, потому что мама у меня вообще-то в скептике, и это была бы, ей бы на следующий день приснилось еще один солнце в костюме курицы, мне кажется. И мы решили, да, именно такой заманухой сделать. Но прошло пять дней, так, да, пять-шесть, наверное. Как бы этот момент переломный прошел для меня, да, тяжелый, потому что как бы раньше я нигде, никогда я не работал, кроме политики, понимаете, и особо там с инстаром, да, и мы начали работать. Мы для себя выбрали решение, что мы не выходим на улицу вообще, не выезжаем на какие-то шашлыки, закрываемся от всех мероприятий в плане дни рождения друзей, гулянки, пьянки, свадьбы и так далее. Мы реально на год закрылись. На тот момент мы особо не занимались спортом, да, и не следили за своим питанием. Как говорит, полежая на бриллианте, уже люди, бриллиантовые директора начинают следить за своим образом жизни, за диетой и так далее. На тот момент мы, помню, поехали в самый нормальный магазин, который у нас делает продукцию, да, полуфабрикатов, закупили моток пельменей, и чтобы время не тратить на готовку и так далее, мы просто начали целый день. Ну, спали мы где-то до 11, вставали в 11, умывались, кушали, в 12 начинали работать дня. В 12 дня, ну, именно в онлайне, да, в 12 дня до часу ночи мы работали. То есть примерно 13-12 часов в день, до часу, до 2 ночи иногда бывало, да, делали все возможное, что, все, что можно было, да, но мы не выходили реально. Мы отказались от друзей, в плане чего, если ты не пришел в бизнес, как бы мы для себя сделали, ну, мне как бы Регина говорит, смысл общаться с людьми, которые нас не поддерживают. Ну, и правда, все ребята, все мои близкие, да, знали, что я у Solvary Flame, не все меня поддержали, и, ну, не в плане того, что нас мешают, да, а в плане того, что мы просто не поддержали. И тут как бы для себя мы сделали такое понятие, если ты, ну, вот я, да, допустим, открываю свой пивной магазин, ну, да, и друзьям ехать мимо него, и можно заезжать и покупать себе без проблем пиво. Но они принципиально ездят в другой магазин и принципиально покупают у другого чувака пиво, то есть делают товарооборот ему, а не мне. То есть, ну, вопрос, друзья это или нет. Ну, это к тому, что, когда мы приглашаем своих близких друзей, как мы думаем близких друзей, да, в этот бизнес, и они говорят, нет, ну, мне сказали, по крайней мере, да, какая-то определенная тех людей, нет избавишек, типа, не получится, мы не хотим, мы не будем, давай, это твоя тема, у нас свои темы. И когда им ты говоришь, ну, будь хотя бы потребителем, ты все равно моешь свою бошку, а тебе, по сути, разница нет, кем мыть голову, ты все равно брызгаешься звуками, там, и, пожалуйста, получите зону в продуктах. На что он говорит, да нет, Артур, давай мне сейчас не до этого, ну. То есть, он же все равно в любом случае ходит и моет свою голову, там, по умоливому, еще чем-то, да, и делает товарооборот дяде Пете. Хотя его друг, как он утверждал, да, пока, там, допустим, ты работал в полиции, был нужен всем, да. Ну, из этого мы сделали большие выводы, и мы с этого момента просто со многими друзьями перестали общаться. И сейчас они звонят и говорят, блин, Артур, там, приезжаем для рождения, кто-то не приедет, я говорю, да нет, у меня не получается, хотя я его звал бизнес, да, и он отказал, хотя бы просто быть. И многие просто, ну, даже товарищи зарегистрировались, просто хотя бы быть потребителем, да. Вот именно этот момент для нас был, как бы, ну, такой очень важный в плане того, и, как бы, ну, и все мы своим советуем партнерам, нашей команды, да, говорим, ну, вдруг ли он тебе, если он даже не может поддержать в элементарном просто быть потребителем. Вот так начался именно наша работа именно двоих. Давайте поговорим теперь про работу, что мы делаем. Минуту я. Добавляю. Давайте теперь поговорим про работу, что мы делаем, сколько у нас времени уходит на рекрусинг, на сопровождение и на обучение. Во-первых, да, мне очень понравилась фраза, которую говорили на мегафоруме, а реклэйн – это я. Мой бизнес, который мы ведем, начинается с меня. Если я делаю регистрацию, если я рассказываю другим людям про бизнес, если я привожусь в команду людей, то я могу сказать, делай, как я, другому человеку. Если я сам не работаю, если я сам не приглашаю в команду людей, если я сам не учу человека, этому бизнесу, я не могу сказать другому человеку, делай, как я, потому что он будет повторять в точности меня. Если я ничего не делаю в бизнесе, люди моей команды будут делать то же самое. Мы живем по этому правилу с самого первого дня, как мы начали строить этот бизнес. Я не могу учить человека, если я не делаю сам. Я не могу человеку сказать, делай, как я, если я не делаю одну регистрацию в бизнесе. Фишка в чем? Как мы рекрутируем? То есть я написала, если вы новичок, то рекрутинг – это 100% вредно. Задача номер один – стать, конечно же, директором. Если вы партнер, и у вас уже пошли регистрации, все задачи – сопровождать команду и делегировать. Все время обучаться и зарабатывать. Но само собой разумеющееся – это и то. Как мы рекрутируем? Мы рекрутируем на теплом рынке по-разному. То есть во самом деле мы стараемся не выезжать из дома, потому что это время занимает. Если ты выехал из дома, то у тебя будет куча отвлекающих факторов. Но мы сейчас плохо слышны? Плохо слышно. Нет, а, это не у нас. Мы сейчас… Как мы работаем? Мы рассказываем презентацию бизнеса всем нашим окружающим. То есть если, например, когда я только пришла в Reclame, я начала приглашать тех людей, на кого я могла повлиять, потом я поняла, что сильный бизнес – это когда сильные люди в своей команде. Если ты будешь приглашать тех, на кого ты можешь повлиять, я помню первые люди, кого я приглашала, первые приглашения, это были там студенты, когда я заканчивала пятый курс, они учились на первом, то есть люди, которые… Знаете, извините за дроты. В общежитии, когда я жила, были люди, которые вообще из комнаты не выходили. Я думала, ага, приглашу-ка я его, а потом я думаю, вот он сидит у себя в четырех стенах, он тут в Совете не участвует, он в жизни института не участвует, он, ну, тухлый человек. Ну, ладно, я ему могу про бизнес рассказать, но как я из него могу сделать лидера, если он сидит в своей комнате, вот в общежитии, и вообще выходит только выползать из своей пещеры, только чтобы покушать. Ну, и то, кухня у нас была напротив прям комнаты. Потом я поняла, что надо, если кутишь сильный бизнес, нужно приглашать сильных людей. И вот это было на второй каталог работы, когда я начала приглашать этих людей, начали появляться ключевые партнеры. Первое, что нужно усвоить новичку, партнеру, неважно, нужно работать теплым. Какой бы он ни казался страшным, какой бы он ни казался прям зарабатывающий, иногда у нас такое бывает в голове, что я пришел в бизнес, и я смотрю на окружение. Вот он, например, у него нормальная тачка, он ездит на BMW, у него есть свой дом. Второй, этот работает на заводе, у него зарплата, ну, примерно, 25 тысяч. Ему не надо, потому что у него есть работа. Этот, например, это замуж удачно вышла. Зачем ей Арифлейм, у него муж зарабатывает. И вот в этот момент, когда мы начинаем перебирать сами, мы оставляем людей, кого мы приглашаем в бизнес, тех, ну, бездельников, например. Этот нигде не работает, о, у нее времени дофига, давайте я ее приглашу. А эту уволили недавно, давайте я эту приглашу. И мы начинаем упрощать наш бизнес. Наша задача не делать бизнес проще, потому что у нас бизнес и так простой. Не нужно приглашать в команду людей, которых вы видите на сцене, вот о любви этого, людей, которые, которыми вам вместе будет интересно этот бизнес, людей, которыми вы будете видеть на конференции. Поэтому первое правило, ни в коем случае не стесняться, ни в коем случае не париться, что подумают люди. И это нормально, что вас не поддерживают вначале. Это нормально, что кто-то пытается, ну, не смехаться над вами. Но смеется тот, кто смеется в золотых бриллиантовых конференций. Я помню, когда еще Артур был неполноценным в бизнесе, мы пошли в супермаркет, и там встретили наших друзей на тот момент. И они мучают жена, и он мне сказал, что типа свои там на ютубе выкладываешь свои видосы, ну так, с насмешкой. И я помню, Артур очень быстро схватил и сказал, я тогда еще не зарабатывала, кстати, деньги тогда еще, ну, реально не было дохода. И он сказал, сколько ты зарабатываешь? Сколько ты зарплатил? Он говорит, 18 тысяч. Так она зарабатывает в два раза больше, чем ты. Что, Визион сказал? Визион убегал от меня, по-моему. Да, и, вы знаете, во-первых, мы пригласили их в бизнес потом, они сами пришли в бизнес, они везде ничего не делали, так они и сейчас, и не всеми. Но вещь в том, что ни в коем случае нельзя людям давать не ясно от тем, что вы делаете. Неважно, какой это рынок, теплый, горячий, ваш близкий человек, ваш не очень близкий человек. Самое главное – уважать дело, которым вы занимаетесь. И если вы его не уважаете, да, ну, реально, ты стесняешься об этом говорить, то смысл, ты пришел сюда что-то делать, если стесняешься говорить про бизнес, который вы занимаетесь. У меня была такая ситуация, да, когда мои два близких друга, которым я в свое время очень хорошо помог, ну, когда буду все работать в милиции, да, они позволили себе такую глупость, как послушать про меня и сказать, ну, все, где твои вебинары, где их можно посмотреть. И меня настолько, ну, я же уважаю свое дело, правильно, которое у меня занимаетесь, я настолько взяла злость, прям вот, ну, может, это и неправильно, надо управлять своим дневом, да, мы тогда заходили на гандапасу, там, управление интеллектом. Мне настолько взяла злость за то, что эти подонки, да, мало того, что не присоединились, еще и позволяют тебе там послушивать, люди, которых я когда-то очень сильно помог, я говорю, идите сюда оба, я говорю, каждому сейчас, прям каждому, говорю, по вебинару под глаз поставлю. Они, правда, убежали, конечно, от меня. И мы долгое время с ним не виделись, потом они мне когда-то звонили, говорят, что, ну, так, не надо шутить над делом, которым я занимаюсь. Иди на свои, говорю, там, ты кто там, охранник, там, он говорит, нет, я коллектор, ну, какая разница, иди ты на то, что ты, ну, здесь, шутить не надо. То есть, с этого момента, реально, да, ну, это по-курмановски, да, и реально с этого момента какие-либо шутки, и когда они нас видели, да, они говорят, блин, как у вас дела, ребят, следим, мы гуляем, там, ну, и так далее. То есть, понимаете, если ты занимаешься этим делом, то уважай его на 100%. Если там, когда я пришел, мои родители в теме сейчас, ну, зарегистрированы, да, там, Регинкины родители зарегистрированы, спустя время, да, представляешь, то есть, ну, как было тяжело их сломать мышление, но они все-таки пошли. И когда мама еще не до конца поддерживала, да, одна женщина с ее завода поинтересовалась у нее, а чем занимаются твои дети. И мама сказала, ой, там на самом деле очень тяжело добиться результата, и если у тебя есть, конечно, ну, она знает, что мы очень много работаем, да, и она сказала ей, ну, если у тебя есть в день, там, 12 часов времени, то, конечно, пробуй, но так как ты работаешь на заводе, у тебя ничего не получится. И как-то до нас это... А, эта женщина нам написала и спросила, это правда, мы сказали, ну, нет, конечно, если ты хочешь выйти на большие звания, да, и получать там больше 200 тысяч рублей каждый месяц там. И быстро. И быстро. То надо много работать, но если тебе, как бы, первоначально ты хочешь хотя бы выйти на ступеньку директора, то тебе вполне там... И рассказывать три презентации в день в своем теплом рынке. Я приехал к маме в этот же день, я заехал, я говорю, мам, я говорю, больше, пожалуйста, никому такое не говори, если ты не поддерживаешь, не помогаешь, хотя бы не мешай, говорю, отойди в сторону. Мы очень жестко поговорили с ней, как бы и папа меня поддерживал, он сказал, ну, правда, будет еще ближе, ну, разве можно так, говорит, ты людей этот, а ты там еще не лезь, говорю, хотя бы, мы с ней поругались и помню, вместе с ней общались. Я говорю, все, ко мне не подходи. Потому что меня зацепила очень сильно история, по-моему, зовут Дмитрий Рубан, он спонсор Гоглоевых, насколько я помню, он был бывший замначальником, замначальник Капардино-Балкарии, если я не ошибаюсь, и когда его позвали в бизнес, жена его позвала в бизнес, он сказал, ребята, у меня палец, толщина, ваша помада. Но здесь, у него тогда было стажа 10 лет, он уволился, и он говорит, первый человек, кому я пошел, это была моя мама. Я пришел к маме и встал, говорит, на колени, ну, грубо говоря, я искал, мамочка моя любимая, там, родная. Я уволился с органов, я начинаю строить бизнес в Арифлэме, мне больше не на кого надеяться, как тебе, пожалуйста, помоги мне. Ну, мама же, это мама, это же не левый человек, да, не холодный рынок, это самый горячий. Мама позалела, сказала, улыб, и привела там 25 подружек. Он рассказал презентацию бизнеса, мама стала его первым директором. Потом он пошел к своему лучшему другу, начальнику уголовного розыска, с кем они работали, он ему сказал, я там не помню, как его зовут, да, не буду врать, но давайте разговаривать, предположим, что его зовут, там, Леша. Он сказал, Леш, мне некому больше рассчитывать, мне некому больше подходить, пожалуйста, ты мой лучший друг, помоги мне, мне нужна твоя помощь, без тебя я пропаду. Друг сказал, конечно, ну, вот это настоящий друг. Друг стал старшим бриллиантовым директором в его команде. Вот это я понимаю, друг, да, и не важно, кто был человек, начальник уголовного розыска, да, и так далее, там, то есть он сделал свой результат, ну, и так далее, и так далее. И многие люди, когда нам говорят, блин, я не пойду к теплому, вот я добьюсь результатов на холодном, и потом пойду к теплому, это бред не сейчас, ну, вот правда, для меня кажется, ты на холодном будешь, чтобы сделать, у нас есть примерные статистики, чтобы сделать одну регистрацию, надо сделать 50 разговоров на холодном рынке, из них какая-то часть будет определенно негативные разговоры, ну, 100%, да, что за бред, вас же люди не знают, они же не знают, что вы, как бы, честный человек, может, возможно, вы мошенник, тем более, как бы, такое время сейчас идет, да, и многие говорят, я говорю, ну, ты бред несешь, если ты, как бы, пришел в этот бизнес, то приди вот так же к маме, приди к отцу, приди к брату, приди к там, к свеклу к тесте и скажи, блин, помоги мне, пожалуйста, ну, всего стесняться, вместе вы быстрее добьетесь результаты, нежели ты будешь на холодном, тем более, когда человек идет на холодном, да, там, ну, вот примерно, представьте, да, до первой регистрации примерно надо 50 хороших, точных диалогов, пока он сделает 40 диалогов, он скажет, блин, это не мое, и уйдет из бизнеса, как показывает практика, да, из-за этого, когда к нам приходят новички, мы созвонимся по скайпу, по телефону и так далее, да, там, или голосовую записываем, мы всегда говорим, посмотри 3-4 презентации бизнеса, возьми там, ну, мне нравится презентация Владимира Полежаева, мне нравится презентация Киберс, мне нравится презентация, допустим, Эдика Васильева, да, посмотри эти 4 презентации, как я просто это делал, запиши одну презентацию на листочке, я записал презентацию на листочке, после этих 3 презентаций, подошел к Регине, одну ей рассказал, она говорит, ну, туда что подправить, то есть я видел уже, да, одну рассказал зеркало, третью рассказал презентацию коту, кот подкусывал мою презентацию, убежал, естественно, и у меня в голове образовалась моя презентация, которую я понимал и которая мне самому нравилась, от которой бы я сам пришел, и начали работать, да, по теплому рынку, но, как бы, тем самым не забывали сделать личный бренд, потому что мы своим новичкам объясняем, сейчас много на данный момент людей, которые ведут личный бренд именно в сетевом бизнесе, да, и почему ты думаешь, что твоя страница будет интереснее тем, нежели страница, допустим, там, Дамира или Юлия Турманова, ну, глупо говоря, да, то есть вы раскачиваете личный бренд, на то он и есть личный бренд, но в этот момент, вот пока вы отрабатываете свой список, я не знаю, сколько ты будешь отрабатывать, 200 знакомых, 300 знакомых, это уже твое дело, но основная задача – отработать вот этот теплый рынок и параллельно, вот эти три месяца, да, допустим, там, если ты будешь отрабатывать каждый день по три, по пять, да, там, тебе понадобится примерно два-три месяца. Параллельно ты ведешь личный бренд, личный бренд – именно это твоя тема, которую ты рассказываешь про тебя. Ты не воруешь у меня посты, ты не воруешь посты у стоящих спонсоров, ты не репостишь бизнес-сайтников и думаешь, что это интересно, а ты реально ведешь про себя свой, ну, грубо говоря, блог. То есть, как бы, вот такие моменты мы всегда советуем. И там особо мотивировать людей, да, вот мне понравилась фраза Владимира, когда он приезжал, он сказал, ребят, ну, ему задали вопрос, а что делать, если там человек, вдруг пропал интерес, мотивация упала там, он говорит, ребята, не надо никого мотивировать, если он сидит в жопе, пусть он сидит в жопе. Брослого человека мотивирует на деньги, но это абсолютно не будет. Рекрутинг, чтобы у вас была одна регистрация в день, нужно взять качественно отработанных презентаций бизнеса онлайн или офлайн в день. Наш любимый метод – это теплый рынок, он был, смолчали, он на любом этапе роста был, и мы все команды всегда настраиваем на рекрутирование теплым рынком. На рекрутирование теплым рынком. Очень важно приглашать всех, потому что даже если человек откажет вам, он позреет позже, но он все равно придет к вам, если вы его приглашали. Сколько по времени онлайн идет презентация ваша? То, которое сейчас мы пользуемся, идет 30 минут. Ну у тебя сколько лет? И у меня. Рекрутирование. По-холодному мы сейчас не работаем. Но только если кто напишет на личный бренд. Да, если кто-то на личный. Но в основном это теплый рынок, потому что мы понимаем, что основная масса наших директоров это все-таки теплый рынок. Не ли люди, которые пришли на личный бренд. Нет, естественно, ни одного директора, которого мы рекрутировали на холодном лично. Есть люди, которые в глубине, там, пришли на холодном Гусияге Муранова, например, она в Казани ее рекрутировала на Семеноса, а из Мулова, просто чисто на холодном. Ну вот, хороший вопрос, вы повторно возвращаетесь мне? Да, был период времени, когда мы работали, именно возвращались повторно, потому что было проведено много диалогов. И мы, грубо говоря, и сами говорили, задалбливайте людей. А почему нет? А почему да? Что ты теряешь? Не молчи мне. Скидывали песни Дима Билана, не молчи там. И так далее. То есть, ну, просто тупо задалбливали человека. То есть, возвращались к нему пять раз. И неважно, это был теплый, холодный, ну, больше холодный. Прям вот по пять раз возвращались, прям смотрели, считали. Оба пять раз вернулись, все нормально, можно, значит, остаться. Сейчас мы понимаем, что мы тем самым человека заставляли. Ему либо было бы скинуть нам данные и сказать, блин, либо эти два самосу сейчас отстали от меня, и все. А дальше сказать, блин, я попробовал, а не получилось. То есть, мы сейчас работаем на осознанных людей. То есть, понимаете, и мы посидели с Региной, подумали, как-то, да, у глаза спать. Я говорю, Регин, реально, директора – это или теплый рынок, или люди, пришедшие на личный бренд? Люди, пришедшие на личный бренд, они приходят более-менее на осознанных, ну, определенное количество людей. Людей, которых мы с тобой долбали, да, они были потребителями, да, они пытались что-то делать, но большая часть просто слилась после того, как забирала заказ. То есть, из-за этого мы решили больше не долбать. Максимум мы себе сейчас даем, один раз написал, второй раз повторил. Все, два раза. Больше мы не делаем. Да. А он у меня просто какое-то… любит выступать, любит пообщаться, любит поболтать. Я говорю потише. Поговорим про сопровождение. Я просто эмоционально рассказываю? Я могу безэмоционально рассказывать? Нет, нет, громкоголосы, все правильно. Он также и презентацию рассказывает, так рассказывает, потому что аж слины текут, но это, в смысле у него, он так рассказывает. Но это и приводит к регистрации. Поэтому… Ага. Это правильно. Вот мне понравилась фраза, мы были на школе в Ижевске, да, полгода назад, по-моему, или больше. Мне понравилась фраза Роберса и Вольфовича Мордана. Они говорят, ребята, ну, у нас, говорят, часто бывает вечером в презентации, да, по скайпу созваниваемся, мы, говорят, стараемся часто их не брать. Я говорю, ну, всем говорят, почему? Потому что мы начинаем в 11 вечера презентации, до часа примерно ее проводим. И потом нас, говорят, так трясет от этих возможностей бизнеса, которые мы заново повторяем, мы так рассказываем, что мы, говорят, сами опять повторно хотим зарегистрировать, и мы не можем уснуть до 4 ночи, потому что нас трясет. То есть, и, как бы, я понимаю, что, когда ты не можешь, да, вот раньше был оффлайн, в основном только оффлайн, а сейчас онлайн, но ты должен по максимуму, если вот человек вышел на скайп или на телефонный разговор, ты должен по максимуму ему передать твои эмоции. Ну, я так думаю. Сами, смотрите, конечно. Сопровождение. Индивидуально. Так, начались вопросы. Хорошо, когда муж поддерживает. Лиля, хорошо, конечно, но это зависит полностью от вас. Я же вам сказала, как договариваться. Ну, вот. А у вас получится. Индивидуальное сопровождение каждого партнера и начинать сразу обучать каждого партнера. Ну, и сейчас мы отправляем на сайт, но у нас был период, когда мы просто скидывали человеку видео в лицо, например, презентацию, он нам отправляет в лицо. Потом мы скидываем новое видео в личку, он нам отправляет в лицо. Да, сейчас сайт есть, поэтому поудобнее, но индивидуально. Вот, например, мы постоянно на связи с новичками, которые откликаются. Есть новички, которые зарегались, и все пропали. Есть новички, которые зарегались, и учатся, задают вопросы. Вот на них мы обращаем внимание и говорим, можно сейчас позвониться? Могу. Пошли в скайп, например, то есть вот так вот. Но скайп-позвон и личные встречи. Ребят, в 80% это скайп-позвон. Личная встреча в меньшей степени, потому что это занимает время. Мы поэтому не хотим столько времени тратить на личную встречу, но если человек очень прям хочет, просит, не хочет скайп, то едем на встречу. Стопроцентное участие в партнерах в первую очередь. Я, конечно, могу его мотивировать, но нам не нужны люди, которые кто мотивирует, и завтра надо будет его мотивировать, и после завтра, то есть не подкинувать. Лидер – это тот человек, кого не нужно толкать в кино. Он пришел, и он только просто спрашивает у тебя, а вот это как, а вот это как, вопрос задает. Ты ему говоришь, приглашай теплый. Вот, есть вебинар. На ютубе куча вебинаров. Он идет, смотрит теплый, начинает приглашать. Хоп, пошли первые регистрации. Хоп, у него появился первый ключевой. То есть в основном это работа лидера. Да, я помогу. Да, мы проведем вместе первый скайп-созвонок. Но основная работа будет твоя. Я за тебя ничего делать не буду. Мне очень понравилось. Вот мы ездили в Водсказ пять дней назад, да, и на обратном пути нам Леон Шахаеву и Сергей Иоанн заехали. Мы заехали с этим частью и начали общаться. Мы освидели от того, что мы узнали, во-первых, у них очень слабый интернет, у них 500 килобитн в секунду, то есть меньше даже мегабайта. Они проводят вебинары, и до сих пор у них такое, представляете, да? Старший бриллиантный директор. Старший бриллиантный директор. И мы говорим, рассказываем, рассказываем, рассказываем. Смотрят 20 минут совершенно. Нам ребята звонят. Ребята, как вас слышали. Поменяйте интернет, смотрите, нормально. И нам понравилось, у них не было интернета, но они начали ездить к родителям Ани, чтобы изучать на Ютубе все, что есть. Представляете, то есть к чему это идет? У человека есть… Мы, да? Мы вроде бы… Мы пропадаем у всех. Все хорошо. То есть, понимаете, да, вот, и с этого времени как бы сидишь и думаешь. Когда у человека есть суперскоростной интернет, когда ты ему даешь сайт для работы, когда ты ему даешь методы работы, когда ты завез на него гостей, рассказываешь. Вообще ты бизнес-историй. То есть, ну, многие приходят на историю людей. Он стал, он смог, значит и я смогу, да? Когда ты ему все даешь, и человек еще сидит, его надо подкинуть. Ну, зачем нужен такой партнер? Как бы мне… Можно делать. У нас было там и по… Помню, был этот рекорд 40 регистраций за каталог, да? Ну, из них реально много-много, но людей надо было подпинывать. Сейчас мы как бы понимаем, что нормального лица… Ну, сами, да? Вот кто вот есть директора, высшие или там у кого уже есть команды, да? Разве вас надо было подпинывать? Дали методы работы, инструкции, и все, пожалуйста, работают. То есть, и мы от их истории вообще офигели, да? У них до сих пор такой интернет. То есть, ну, он говорит, я просто… У меня было огромное желание заработать. Какое тёплый… Какое видео на тёплом? Ну, мы пользовались Танниковой. Видео тёплый рынок. Потом на ютубе можно найти Редина избаева тёплый рынок. Мне кажется, я тут закрыла, мы сейчас переделали видео на ютуб-канал у нас. Кстати, подписывайтесь на ютуб-канал, для меня спецназа. Смотрите наши влоги, ставьте лайки. Секунду красивой рекламы. Мы там не всё не рассказываем, ни про нестаем, ни про элклей, мы просто… Там просто, да, тусовки, зелянки, пенки. Вот. Не с гаушь, в общем, слабонервные, не заходите. И, вы знаете, тёплый рынок, он вот везде. Нет конкретного… Вот мне девушка на днях пишет с нашей командой, Реген, а есть вот универсальные способы, есть универсальный метод, благодаря которому больше людей соглашают? Я говорю, есть твой, тот, который придумала ты. Конечно, добавляйтесь. Тот, который придумала ты. Она говорит, а какое это? Я говорю, я не знаю. Может быть, у меня будет работать тёплый и сразу, а может быть, у тебя через месяц не начнут работать, а может быть, у тебя работа будет в Инстаграм. Всё, что найдёшь на Ютубе, тестируй по три недели. Возможно, у тебя рекрутинг пойдёт сразу, возможно, через куток. Но если ты будешь перебирать методы работы, то у тебя всё быстро начнёт получаться. Выготовленные видео для индивидуального обучения от спонсора. То есть, ну, видосы мы вот такие скидываем. Придумайте вот просто план, например. Презентацию скинули, если нет сайта, если есть вообще круто. Презентацию, потом LTO, потом маркетинг-план, потом перекрутинг, например. И до этого можно скидывать стиль бизнеса, рефлеймера, автомобильные программы разных проектов. То есть, ну, тут поле такое. Ну, нужно давать всю информацию, которая даст полностью ведение бизнеса. Нужно приучать людей учиться. Потому что, если он не учится, ну, он не будет зарабатывать. Люди учатся на врачей сколько там? Восемь лет. Люди учатся на юриста, но через пять лет. Пять лет. Вы представляете? Знаете, как нам это сдалось? Да, два с половиной года я отработки хотела. Ну, как бы, ну, вообще. А тут люди говорят несколько недель. Вот я учусь, у меня все надо в практику. Или, нет, я не буду учиться, я начну приглашать. Я говорю, если начнешь приглашать меня об учитель, то результат у тебя будет нулевод. Ты не такой умный, чтобы здесь прийти и быстро начать приглашать, и все прям сразу получалось. Лучшая статистика 20 приглашений в день на теплом рынке. 120 дней подряд. Нет ничего лучше, чем быть организованным. Система работает лучше всего. Нет понятия хаотичная работа. Каждый день думай про Арифлэйм, делай Арифлэйм. Предлагай Арифлэйм. Предлагай Арифлэйм, рассказывай. Пользуйся Арифлэйм, учись Арифлэйм. Мы сегодня пошли покупать телефон новый. И девушка, которая нам продавала, я с ее мужем работал в полиции. Он поработал. Ну, это все-таки знакомые. Ну, так, заводится, грубо говоря. Все купили телефон, пообщались, предложили. Предлагали. Не стали там рассказывать. Вот этот фотографий. Сразу напрямую. Есть бизнес? Тогда зайдем поговорим. Она там, кстати, руководитель этого магазина. Она говорит, Арифлэйм? Да. Я давно думаю, говорит, но я за вами не наблюдал. Она даже толком и не знает. Ни в Инстаграме, ни в друзьях. У нас как бы и нет. Мы же думаем, о, вся Башкирия уже знает, да, раз у нас такие распространения есть. Или вы думаете, может быть, наверное, если я выложу пост про бизнес, то, наверное, все знают и просто не хотят. Нет, люди не знают. Нужно им предлагать. Понравилось, что мы на беду встречу встречаемся вживую. Хотя хочется иногда вживую. Одноклассника, например, я недавно пригласила в бизнес. Одноклассника своего. Я говорю, ты знаешь, чем мы занимаемся? Он говорит, нет. Я говорю, а чем ты занимаешься? Я врачом работаю, терапевт, в больнице. Я говорю, я очень хочу тебе про бизнес рассказать. Поделиться возможностью. Раз сотрудничество организовано. Он говорит, Витим, ты сама в эту сляпу веришь. Ты хочешь сказать, что кто-то с этим зарабатывает. А я ему не стала. Нет у меня привычки рассказывать, что мы зарабатываем, мы купили то, мы купили это. Нет, наоборот. Интересно, чтобы просто приглашать людей ни на что, на перспективу. Потому что потом он скажет, ну, конечно, ты меня рекрутировал вот на машину. У тебя же есть машина, а у меня тысячи нету. Я говорю, конечно, верю. Сколько в России людей, которые так зарабатывают, и скидываю фотки людей. Вот это смотри, мужчина. Вот это смотри, женщина, смейная пара. То есть могу скидывать ссылки даже. Потому что в этом ничего такого нету. Это история людей, которые цепляют. Даже когда рекрутируете, да, вам говорят, я не могу, у меня там дети. У вас же по-любому в команде есть, и мамы, и троих, и четверых. Мы следуем таких. И дайте ей профиль, и говорите, а как у нее получится? Как она работает? Или говорят, у меня грудной ребенок, я не могу. Мы находим и сразу скидем. Смотри, она как смогла. Ведь это отмазонцы. Только с сильными партнерами можно сделать драгоценное звание. Вспоминаем людей и, кстати, берем рекомендации. Если человек говорит, я не готов пока, у меня есть своя работа, я там не гребу деньги, лопаты, у меня все супер. Ну, это как правило обман, конечно. То я беру рекомендации. Вот для меня оказалось людей, которым деньги нужны, которые готовы для этого что-то делать. Беру рекомендации, люди дают. И запаситесь терпением элементами. Бизнес с рекламой – это такая штука, где либо все, либо ничего. Не получится первое время быть счастливой мамой, прекрасной женой, уборщицей, домработницей, предпринимателем, кулинаркой, нифига подобного. Бизнес с рекламой – это когда ты все поставил на кон, да, в чем-то ты ущемляешься, договорился с домашними, повлиял на домашних. И делаешь бизнес. В зависимости от того, какой результат вам нужен. То есть это преодоление в любом случае. Это время, которое вы складываете. Нет времени, вставай на честь раньше, ложись на честь позже. Знаете, директора, которые работали на руководящих должностях, она где ложилась в два, вставала в пять. Вместо того, чтобы вставать в семь там, и ложиться в двенадцать, например. То есть, и… Там работа тяжелая была, потому что она была директором музыканской библиотеки для слепых, то есть это, ну, определенный контингент людей, которым так просто не отряжется, да. То есть она с ними убивалась там, ну, реально ушахнула. И ходила домой, быстренько кушала душ и сразу работала. Спала по три-четыре часа, она сама говорит. Ну, как бы, это понятно, и она стала здесь. Она быстро за четыре там каталога, за четыре месяца. За пять каталогов она стала директором. Сейчас открыта квалификация звания Золотого. Она сейчас уже уволила. То есть таких, ну, много людей, которые… Ну, уникально… Нет, у нее есть классная фраза, которую она говорит. Когда мне говорят, что стекло меня отказывает, я говорю, вы что сделали в своем стеклом рынке, что он вам насколько не доверяет, что не может пойти за вами. То есть вот у нее она такой человек. С ней даже на личный бренд превратились люди, она их проверяла сначала долго. А зачем вы мне написали? А зачем вы пришли? А вы все точно знаете? А вы знаете, что здесь надо работать? Там ее директор, которого она позвала, да? Председа. Она неделю ее это проверяла. То есть она вот у нее прям… Сейчас она, конечно, более проще к этому относится. Я регистрирую в Золотом, но именно она прям жестко работает с стеклом. Она, оп, в Белорецкий район только мой. Еще она там пошла работать. Вспоминает всех, братья и сестер. Не хочешь бизнеса? Ну, давай рекомендации, кто там у нас все есть, а? Наиль Абзея пошли к нему. Ну, как бы человек… Если человек понимает, для чего ему нужно, вопрос, как у него вообще просто отсекается на раз, два, три. Ей без разницы было, что все там и работают и много онлайн, и это. Вот. Было представление, что ей надо, и она начала много-много. Зато сейчас она просто закрыл ее пакет. Ведет свой Ютуб-канал. Немножко такое, ну, смешной, веселой, ржачной, да? Но на это идут люди. То есть везде-везде она себя пробует. Вот 40 лет встретила ребенка. Нет, шашлыки-машлыки только с командой, ребят. Если вы реально пришли на бизнес, если вы реально хотите зарабатывать деньги, быстро выйти на доходы, то никаких встреч с друзьями левых, тусовок, пьяных, гуляных, шашлыков, дней гордыми не должно быть. Бесмысленное проведение взаимной – нет. Не ноем. У меня возникает желание, я вот… Ну, только не обманывайте сами себя там. Я на шашлыках, я рекрутировал там товарищей, и я не смог. Да, я три месяца ездил на шашлыки, но я все время рекрутирую. Или я все время думаю о бизнесе, но… Да. Даже кусок места не лезть, все время лезть. Там грудь их можно, а вам следующее. Ничего, да. Да, это работа. Да, 365 дней в году, 24 по сути, 7 дней в неделю. И все, что тут работают все равно незаметно. Как я сказал однажды Вадим Володец, мне очень понравилась фраза. У директоров компании «Реслей» нет праздников, у них нет Дня молодежи, у них нет День города, у них нет Дня Победы, у них есть другие праздники. Это конференции, это банкеты директоров, это все кусочки, которые дают «Реслей» безвозмездно. Вы знаете, нам пришел договор на почту вчера о золотой конференции. Мы квалифицировались. У нас получилось, что за год мы закрыли 5 новых званий, сейчас открыта квалификация бриллиантового директора, за 1 год и 7 месяцев получилось. И мы в этом году первый раз едем на золотую конференцию. И это сразу лайнер, то есть 50 лет. И нам прислала договор компания, и по сумме показано, что на одного человека «Реслей» выделяет 2000 евро на путевку. Вы представляете, вот нас двое, нас будут там кормить, поить, спустить мы будем. 4 тысячи долларов «Реслей», «Мандари» только за то, что у нас есть 3 группы. То есть когда 3 группы, то сидят по-любому поездки на 2 лица. И я поняла, что это помимо наших доходов, помимо премий, помимо вот сейчас «Закрой Малая Верска» бриллианта будет автомобильная программа. Помимо этого всего есть конференции, которые оплативаются компании. На какой работе так будет себя чувствовать? Такая компания, да, еще будет думать, как улучшить свои, ну как улучшить условия для своих, ну грубо говоря, давайте у него работников, да. Если сейчас мы взяли статистику, что Регина прочитала, за последний год в Талитамаке у 40 процентов зарплата осталась на месте, у 40, у сколько? У 40 процентов, ну короче 45 процентов осталось на месте, 48 процентов уменьшилось, и всего лишь у 7 процентов зарплата поднялась. Ну и я в том числе. Что-то просто такой. То есть если другие компании постоянно думают о том, чтобы, да, урезать зарплату или сократить места, то эта компания думает только о том, как бы лучше сделать для того, чтобы люди еще больше восстановлялись в компании и делали лучше результаты. Ну и людей, которые там работали, да, вот на госплубе там, вот у вас там есть, да, зоны там офицеров, да, вот спросите у них, как они работают, посмотри, как они работают. Ну, что срать, я бы не говорил, если бы я этого не знал, да, я там работаю. Постоянно в напряжении, постоянно ты не прав, постоянно ты не то сделал, даже если ты что-то там сделал результат, ты все равно не молодец, потому что надо было делать еще. Вот классная фраза, у меня она висела на стене в кабинете, там было написано, лучше всех работала, в колхозе работала лошадь, но председательно так она и не стала. То есть это правда жизни, да, и то, что люди говорят там госплубцы, ну, я имею в виду полиции, да, мне там нравится моя работа, но они обманывают. Для меня лично большой мотивацией в детстве было вот то, что написали. Вы, Алена, я не вижу много дома. У меня был дет, муж полицейский странный предмет, он вроде есть, но его как бы нет. Я все время была одна. Девочка с котом. Завела кота, детей заводить пока не хотелось, я думала, надо же уйти кота. Что думала, рожу, вот я ребенка, я вечно одна буду с ним пить. Везде покупаешься одна, продукты одна, воспитываешься одна. Ну, как вот, честно слово, мать-одиночка сама, но при том, что у тебя есть муж. Вот для меня это было самой большой мотивацией здесь состояться, и чтобы больше, чтобы мы все время были вместе. Я понимала, чтобы просыпаться сможем, чтобы засыпать сможем, чтобы вместе готовить, чтобы вместе сидеть за столом и обсуждать перспективы бизнеса, вместе собираться в путешествие, вместе обсуждать партнеров, помогать партнерам, вместе делать бизнесмены. То есть все делают вместе. Мы ветку строим вместе. Ребята, давайте приступим по вопросам, потому что уже время. Мы ветку строим вместе, мы движемся по одной группе, мы регистрируем, все делаем всегда вместе. В одну группу регистрируем, в одну группу сопровождаем, все делаем вниз. Научимся делать выращивать по две группы сразу, то будем отверстия. Но пока все в одну. Нет, нам очень нравится стабильность. Мы за стабильность. И даже сейчас, когда новые результаты объявляют, мне все время интересно, какая у них глубина. Потому что глубина – это большие деньги. Мы за стабильность. То есть можно ввести по две. Какого уровня вторые ветки начинаются у ваших партнеров? Это уровня не ниже 18%. Если у тебя есть два ключевых партнера и 18%, и даже 15%, но два ключевых, которые реально ключевые, приглашают, строят группу, приносят одну регистрацию в день, то можно сказать, сколько вы отработали? Сколько лет осталось за письма? То есть очень много. Сколько лет осталось за письма? А сколько вы отработали? В письме? Ну, в общем. Что случилось? Шесть лет. У нас есть Женя Кузьмин в команде. Он проработал в ГУСКИНЕ. Семь лет? Шесть лет до пенсии осталось. Шесть лет до пенсии осталось. Вот он золотой директор. То, что он... Сколько месяцев? Ну вот недавно. Месяца назад он уволился. Да, уволился. Он говорит, ну я не вытянул сейчас. Ну, просто для моей... Неохота мне себя так убивать. И я, как бы, у хороших приводит ключевых партнеров. Он умеет репутировать. И вообще классный парень. Он говорит, это мое. То не мое, а это мое. Что сейчас ваши родители говорят? Ну, родители присоединились. А кто не присоединился? Вот и кровь у нас очень активная женщина. Ну, все никак она в бизнес-пополноценно не придет. Она цвет велнесса, обожает витамины, пользуется продукцией. Секр также пользуется продукцией велнесс. Мои родители присоединили в бизнес. Они проводят встречи, но это недавно произошло. То есть совсем-совсем недавно. Много родственников подключили? Нет. Потому что до них еще не дошли. Мы работали с одноклассниками, одногруппниками, друзьями, коллегами бывшими. Нет, братишки-братишки подключены. Мои родные. Мой родной брат золотой директор. Родители подключены. Не все родственники еще 7. Ну, работаем над этим. Не оставляем ту идею, чтобы все-все-все родственники были. Где посмотреть ваше ВВУ-цеплено? Что значит «цеплено»? Встреча «возможность» по решению. В смысле не поняла немножко вопрос. Презентацию, что ли? Презентацию в открытом доступе не думаю. Хотя есть, наверное, люди пользуются. И дети Регина Избаева, и вы много найдете, так сказать, в Ютубе. Вы проводите рекрутирующие вебинары типа «8 видов дохода» и «8 видов дохода». Мы проводим... Нет, не проводим «8 видов дохода». Это у нас в обучение входит. Вебинары для готовых партнеров, которые уже зареганы. И только индивидуальные рекрутирующие. Видео «Вы вырастены на теплом или на холодном?» Мы вырастены на теплом рынке. Вот забейте просто видео Регина Избаева «Рекрутирующих на теплом». А, я, кстати, там с примерами рассказываю. Видите Регина Избаева «Рекрутирующие теплым рынком» или «Теплый рынок». И вы найдете переписку даже, я там скидываю. В Ютубе есть презентация «Как заработать в кризис» может быть. Это не старая уже. Но мы ей тоже пройдем. Ребят, есть вопросы еще какие-нибудь? В глубине какие звания есть? Мы работаем очень тщательно с глубиной. В первой команде у нас 5 золотых директоров. Во второй команде у нас 13 директоров. У них 6 золотых, один старший золотой. В третьей команде у нас 3 директора. В четвертой команде у нас 2 директора. В пятой и шестой команды пока у нас виртуальные. Пока нет ни одного директора, но мы над этим работаем. Еще вопросы есть? Мы регистрируем в команду до тех пор, пока у нас не будет лично 5-7 ключевых партнеров. Ну все. Не обижайтесь, ребята, если кого-то не добавим, друзья, у нас там лимит подписчиков. Добавляйте подписчиков. У меня не лимит, который живая, добавляйте. У меня не лимит. Подписчиков. А что вы делали, когда не росли? Рекрутировали. Когда мы не росли, мы продолжали рекрутировать. Много-много приглашать. Был момент, когда не было регистрации. Реально. Вообще не было. Мы продолжали. Продолжали, 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 продолжали. Один раз расскажите, как у вас. Перед ним опозориться можно. И все пошло вперед. Конечно. Коза стоит. Сколько вебинаров в день у нас в команде? Два. Два директорских вебинаров, остальные все менеджерские. Рекрутинг, лекарства, решение обид. Вопросов в бедности, плохого настроения. Как у вас рост летом? Рост летом зависит от нас. В том году мы открыли летом Сапфира. В седьмом каталоге. Сейчас мы работаем над углублением пятой и шестой команды. Седьмой мы начали. Но если лидер ничего не делает, то и команда ничего не делает. Поэтому, чтобы рост летом был, нужно не расслабляться. Эффективнее показывать видео или индивидуально рекрутировать? Эффективно все у нас. Я не знаю, что пойдет у вас. Мы индивидуально рекрутируем. Это у нас работает. Но мы скидываем видео. Как вы рекрутировали, мы скидываем. Я считаю, что если человеку есть интерес заниматься бизнесом, хотя бы какой-нибудь он посмотрит презентацию бизнеса, сколько бы она ни была. А и так мы делаем короткие видео, 7-минутные для без денег. Ну, посмотри хотя бы коротенько. Ну, пожалуйста, приди ко мне. Ну, все. Если вопросы не пишите, подписывайтесь на наш инстаграм. Не забудьте подписаться на ютуб-канал. Не внести себя. Ладно, курманчики. Спасибо, что позвали. Ждем с ответным вебинарчиком. Да. И всем Ростовым Гигантского желаю вам огромные бриллиантовые исполнительные президентские структуры. Все, всем пока.